День 1836, Алекс на связи. Когда в доме появляется больше разных умных устройств, то, конечно, это создает некоторую опасность с точки зрения электричества, поскольку в этих устройствах часто используются блоки питания, и в каждом устройстве оно должно быть свой блок питания, и оно не всегда очень хорошее может быть, это питание организовано, потому что устройства должны быть небольшими, и, например, помещаться в подрозетник или куда-нибудь, чтобы их можно было установить в цоколь у люстры какой-нибудь. Из-за этого, конечно, там сильно ограничивают и размер трансформатора, который используется, и разные конденсаторы используются в минимальном количестве. Но в целом, конечно, есть очень много отзывов о том, что может быть действительно, там, как это, какой-нибудь выключатель умный, в котором четыре клавиши, и в нём ещё четыре реле установлено дополнительно, и ещё и блок питания установлен, и это всё влазит в круглый подрозетник, и при этом оно должно функционировать там очень качественно, много лет, и там с большим количеством включений. Но, на самом деле, действительно так и происходит, что такие выключатели, они работают у меня уже много лет, больше трёх лет, наверное, некоторые даже и ещё больше работают, но я уже постепенно меняю, изначально я использовал, которые были на Zigbee, и поэтому, конечно, в связи с переходом на другую технологию, и там каналы связи, то, конечно, и сами выключатели меняются. Реле, многие, они тоже, которые были на Wi-Fi, их тоже я уже практически все поменял на вариант, работающий по Zigbee, но некоторые старые реле я продолжаю использовать, например, недавно я решил взять старую лампочку, настольную, и просто из неё сделать более умную. Внутри установил реле от Sonoff, и сам выключатель, который на лампочке был, тумблер, я его просто там подключил к режиму переключения этого реле. Таким образом, у меня получилось, что я могу и удалённо включить, выключить эту лампочку, и кнопкой на самом светильнике, на основании этой лампочки. То есть, и поскольку она работает по Wi-Fi, это действительно очень старое реле, одно из самых первых, которое я купил. Блок питания мог бы на нём уже как-то деградировать, но я, во-первых, Ямала его использовал, оно не было всё время включено, но и в целом за несколько лет оно никак не изменилось, и всё работает вполне нормально. Есть, конечно, реле, например, ещё меньший размер, в котором 4 реленых модуля установлены, и там ещё 4 выхода на выключатель сделаны. То есть, конечно, возможно, в нём не очень хороший полк питания работает, поскольку нужно там очень маленький объём всё разместить. Ещё сделано так, чтобы оно под выключатель умещалось. Конечно, в неглубоком подрозетнике разместить его невозможно, вместе с выключателем, но если, допустим, чуть глубже взять вариант подрозетника, то вообще без проблем всё устанавливается и работает. И тоже, конечно, может быть проблема, какая-нибудь с перегревом возникнуть, то, что он постоянно, эти реле, например, включены, и они, конечно, довольно так сильно греются, эти катушки, и так как замкнуло пространство, там тоже это всё нагревается, но такое реле тоже за много лет уже работает, но оно тоже с переменным успехом, то есть то я его подключаю, то отключаю, но это тоже не сильно влияет. Wi-Fi розетки, которые у меня были, одни из первых, они тоже без проблем работают до сих пор, и они вообще всё время были включены, всё это время много лет, и никаких проблем с ними не возникало. Можно сказать, что там довольно качественные блоки питания используются для таких устройств. Но на самом деле, и если взять обычные светодиодные лампы, даже не умные, там тоже, конечно, используется схема с питанием дополнительно, то есть, которая из 220 делается, нужно напряжение, по крайней мере, либо просто выпрямляет, либо ещё и понижает до нужного, ну, зависит от светильника, конечно. И такие светильники все устанавливают, и даже если, например, в люстру устанавливаешь несколько разных светодиодных лампочек, то в каждой лампочке такой есть блок питания, и они тоже довольно мощно используются, потому что всё-таки светодиоды, они очень много тепла выделяют действительно, например, в других устройств, и из-за этого, конечно, и бывает так, что ещё и какие-нибудь лампочки, ноунейм, которые неизвестно, кто производит, и просто продаётся там магазинах, каких-нибудь, в общем, в продуктовых, там на прилавках лежат. И, конечно, никакие гарантии никто не даёт о том, что это блок питания может быть и строя. И даже для разных устройств, которые питаются под USB, например, от 5 вольт, ну, например, это может быть телефон, зарядка к телефону, тоже продаются очень дешёвые зарядки, там по 50 рублей, по 60 рублей, по 100 рублей, то есть очень дешёвые, я таких тоже напокупал для питания разных устройств, ну, работающих по Wi-Fi в основном, на базе ESP8266, ну, и некоторые устройства, которые тоже требуют питания 5 вольт, и, например, у них есть ещё и возможность подключения по micro USB, или другой разъём от USB, то, в принципе, я такие блоки питания использую, они нормально работают. Правда, один раз у меня, конечно, такой блок питания взорвался, но он, в общем-то, взорвался по другой причине, сам микроконтроллер, он был без корпуса, который я использовал на базе ESP8266, и на нём разместил некоторые схемы с помощью макетки, там, открытым монтажом таким, с помощью разных проводочков, и, конечно, когда оно там стояло в одном месте, на тумбочке, я случайно задел, и два провода замкнулись между собой, и блок питания, по сути, загорелся. Конечно, по идее, там, и автомат должен был как-то сработать, но ничего не сработало, блок питания, там, задымился, взорвался, и угулился, и всё. То есть, понятно, когда я его разобрал, там, конечно, всё в нём было чёрное, и он уже не работал. Но это такой частный случай. Другой блок питания точно такой же, он много лет работает, и отзаряжает у него разные устройства, там, наушники, или некоторые другие вещи, там, фитнес-трекеры, то есть, тоже без проблем он заряжает. Есть ещё некоторая проблема с разными устройствами, в основном это релеи, выключатели и розетки, у которых используются либо синистер для того, чтобы коммутировать нагрузку, либо какой-нибудь реле стоит для этой цели, ну, тоже могут возникнуть проблемы, потому что, если даже на нём написано, что, ну, примерно 10 ампер, это не значит, что оно действительно будет так работать, и такой ток пропускать. Но, в целом, конечно, может такая ситуация случиться, что это реле залипнет, но, даже если оно залипнет, просто какое-то устройство будет функционировать, даже если это обогреватель, на нём, скорее всего, есть встроенное какое-нибудь термореле, ну, или тот же утюг, он тоже имеет такую защиту дополнительную, или чайник, например, у него тоже есть второе, там, защитное, такое реле, которое всё равно его будет отключать. Поэтому, сама нагрузка, которая подключается, она каким-то образом будет ограничивать свой нагрев. Ну, бывает, конечно, по-разному, можно просто взять тены напрямую подключить к этому реле, но, наверное, так, конечно, не стоит делать, хотя, бывают разные схемы использования. И, поэтому, такое реле тоже может, конечно, залипнуть, но у меня за всё время так особо не случалось. Иногда было так, что оно не включалось реле, но, это было связано с тем, что у меня самодельные такие реле-модули подключались напрямую к ESP, у него выходное напряжение для подачи команды на включение 3,3 вольта, а самому реле, которое использовано, было 5 вольт, но из-за этого оно не всегда срабатывало. Такие случаи были. Но, в основном, конечно, если это ещё семистр какой-то, то он тоже может греться, а если на него большую нагрузку попадать, он даже может расплавиться. Но, тут нужно, конечно, учитывать это при использовании, то есть, если там написано на выключателе, например, что там максимум 250 ватт можно на него подать, то, соответственно, конечно, даже больше половины не стоит туда подавать напряжение. Мне, например, пришлось, когда я начал использовать выключатель, на котором такое ограничение, мне пришлось лампочки поменять в потолке, потому что у меня до этого стояли галогенки по 50 ватт, довольно мощные, но пришлось заменить на светодиодной лампочке, чтобы каким-то образом снизить нагрузку именно на само реле. Для самоделок я использую не только блоки питания в корпусе, например, с выходом USB на 5 вольт, но еще часто покупаем для DIY устройств разные блоки питания. Они бывают и классические, где там выделены диетран-трансформаторы, конденсаторы. Есть еще вариант, который полностью залится специальным материалом и в нем все то же самое установлено и на выходе просто там дает какое-нибудь напряжение определенное. Но такие блоки питания тоже бывают и на 5 вольт я покупал, и на 12 вольт покупал, в зависимости от того, где я их использую. И, конечно, у них разрешенный ток не очень большой. Эти модули вообще очень компактные. Их можно на плату припаять или каким-то образом разместить. У меня, например, в электрощитке стоит счетчик на базе ESP8266 сделан. И он подключен к такому блоку питания. Также на нем еще два релейных модуля работают. Ну и при необходимости я тоже подключал разные дополнительные микроконтроллеры. Все на один блок питания. В принципе, он работает нормально. Также сейчас я сделал еще вариант, где у меня есть такой готовый шилд, на котором ESP01 вместе с релейным модулем сделан на 5 вольт. И тоже такой блок питания 5 вольтовый на 500 миллиампер подключил. И плюсом еще этот же блок питания включает вентилятор который от компьютера 12 вольтовый чтобы помедленнее крутился. Но в целом этот блок питания вытягивает без проблем. И работы самого ESP нет. В качестве связи нет. и вентилятор тоже работает нормально. Включается и включается без всяких проблем. И из этого тоже такие блоки питания они вполне могут использоваться для разных устройств самодельных в умном доме. и также важно при покупке блоков питания для микрокомпьютеров которые используются в качестве сервера умного дома тоже смотреть чтобы там действительно было 3 ампера и 5 вольт. И при этом еще многие блоки питания конечно они не вытягивают такую нагрузку. то есть они просто эти микрокомпьютеры перестают включаться либо через некоторое время либо сразу могут не работать поэтому приходится очень много разных блоков питания покупать если подешевле и сразу можно купить дорогое но тоже не факт что это будет работать нормально. Майден